Девушки отдыхают 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 они просто сидели вместе общались во время игр ну и команда виталиков произошла замена правда замена никнейма мини труппак перестал под мини труппак сам а стал просто отила вот такой вот он себе знаменитое имя забрал ну а весь состав сейчас медленно проскрою и покажу я вот видите две замены стали у команды шальки 04 все тот же борис который в общем-то крепко является прайд сталкер вместе с ним там сидит у команды фанатик нет никаких замен но есть очень важная вещь и важное заявление в котором команда сказала главный тренер в общем то что с у вас и и где он тут и бивипа я пытался его найти здесь списке с вас и бивипа они будут по очереди менять роли на топлей не то есть кто-то из них будет уходить саппорт и в саппорт в эти запасные кто-то будет оставаться в основе а потом на следующий день по-другому для чего это делается чтобы выяснить с какой с каким-то плейнером лучше играется команде команда g2 ничего не поменялось не смогли они выиграть в этом году чемпионат но решили что ничего страшного сыграемся и выиграем вот летний сплит команда джаймс и это мы уже с вами говорили запасным у них какой-то за антонио остался он в прошлом раз был так я его ни разу не увидел в игре но и вот сир нюк золот теперь у них основной саппорт который будет со стилбеком отстреливать неверующих в команду джаймс на ботлэйне команда h2k так и оставили шук эффекта казалось бы подписали они этого человека всего лишь на пол сезона даже меньше в середине сплита пришел с ним подписали контракт до конца сплита но и теперь уже продлили этот контракт до конца этого сезона потому что шук эффект как его называли сработал на ура команда h2k вырвалась с последнего места и попала в плей-офф это помните команда misfit ничего не поменял у них огромное количество замен но она и была до этого это количество спешила джайзис такое впечатление что они просто нашли здесь себе кормушку который присосались на самом деле играть они не собираются но собирается помогать то есть официально спешила джайзис они здесь просто написаны как запасные но они как крепы аналитики аналитики но и хиво это вот дополнительная дакери который может быть хан сама когда-то заменит но явно не сегодня и не в этом сплите ракат и все так же как и было никаких замен сплайсов то же самое виталики единственное что поменяли это гейминг-хаус я мотокена новый домиком прикупил сегодня выложила в группе вконтакте эту картинку довольно красивый такое аутентичная при призрачный такой замок и они вот в нем будут теперь жить играть и правда не знаю во что они там будут играть если там вообще интернет но надеюсь что есть и unicorns of love вот та команда которая как мне кажется должна была произвести колоссальные изменения но они ничего не поменяли и все еще устраивает колд или либо трэш и в зависимости от того какое имя ему давать в лесу все еще устраивает их white knight на топе эксайл который уже никого не может победить на медиа все еще стоит там самокс тотора на бот лэйне тотора который себя никак этот кореец не проявил видимо очень много денег в него вложили ну и какие же мои предположения по поводу этого сезона а вот такие предположения ой смотрите эта статистика за этот сплит который прошел она такая останется это мне так кажется то есть вот все что произошло в общем то это то что и произойдет теперь потому что вряд ли эти команды смогли бы усилиться не поменяв свои составы если вы хотите что-то поменять надо что-то менять это логично и когда вот такие команды как шальки 04 единственная вот из нижней вот четверки пятерки здесь команд что-то поменяли они единственным вот у них только есть шанс подняться но и мне интересно посмотреть вот за этими двумя командами потому что виталики прошлый сплит стартанули со статистики 7 побед одно поражение а вторую часть сезона сыграли 7 поражений 1 1 2 победы понимаете да если они сейчас будут продолжать быть 27 в первом круге этого сплита то понятно дела не опустится очень низко и наоборот команда и штукей стартанула со статистики по моему 0 7 вообще а потом сыграла оставшиеся игры 82 или 83 что-то такое вот и на них тоже хочется посмотреть как шук эффекта работает шуком команда преобразилась и достойно попала в плей-офф ну а вот эти вот команды мисс фит джайенс и unicorns of love и ракаты могут зацепиться за какие-то парочку игр но вряд ли они смогут побороться за выход на чемпионат мира сам же чемпионат европы стартует уже 15 июня так что всех приглашаю смотреть вечером с 19 00 допоздна будем с вами смотреть ну и соответственно 16 июня дальше это у нас получается как обычно пятница и суббота а по ночам субботы на воскресенье с воскресенья на понедельник европы приходите всем корейский чемпионат стартует еще позже так что не волнуйтесь ничего не пропустите ну а пока всем пока